Тем временем население прилегающего к изоларде аула Досан самовольно подключилось к линиям электроснабжения. Мера, по словам местных жителей, вынужденная. Около 300 семей живут так уже в течение нескольких лет. При этом напряжение в сетях очень слабое. В жилой район, жалуются сельчане, линии электропередач не подведены. Вместе с тем в домах заметно упал и градус газового отопления. Сельчан выслушала моя коллега Шерепаша Соктапова. В предновогодние украшения аула Досан свисающие гирляндами электропровода. Вместо опорных столбов самодельные рогатины. Вместо напряжения в проводах кудит только ветер. Реальность риском для жизни для местных жителей, к сожалению, привычное явление. Вот так выглядит наше электричество. Под проводами дети проходят, скотина вся. Провода иногда на земле даже валяются. Никто не смотрит за этим. Аким в курсе всего. Кто как смог провел электричество в дом. Подпер деревянными рогатинами. Свет кое-как, но горит. Все понаставили для проводов карандаши. И протянули электричество с одной фазы. Дети не могут при слабом освещении заниматься. Да к тому же интернета нет в ауле, хотя и живем под боком города. Как им онлайн обучаться, если нет интернета? Света практически нет, а платят по счетам жители исправно. В противном случае абоненты от линии отключат сразу. Установить правильные государственные электростолбы в ДОСАНе энергетики готовы. Даже подготовили и сдали проект со всеми расходами. Нам проведут, мы примем. Мы все посчитали, схему начертили, все расходы вывели. Все это проходит через горэлектросеть. Плюс, если убрать самодельные столбы, люди останутся без света. Все доведем до вышестоящего руководства. Если будут нужные материалы, привезем и хотя бы временно установим. Без света не подключить и обогреватели, жалуются люди. А теплооснабжение за счет газа нынешней зимой заметно сбавило обороты. В прошлые зимы, рассказывают жители, от жары в домах открывали часто форточки. В этом не могут никак отогреться. За 325 тысяч тенге провели в дома газопроводы. Плюс покупали специальные печи. В целом, каждая семья раскошелилась на 600 тысяч тенге. В прошлом году было очень жарко, за что и благодарны. А сейчас газ дал обороты. А дома у меня маленький годовалый ребенок. И что нам делать? Газ высокого качества и подается в прежнем режиме, настаивают газовики. И для наглядности измерили давление газа в нескольких домах. По версии специалистов, причиной внезапных температурных перепадов в домах может быть аномально суровая зима. Тепло просто вылетает. Газ подается с месторождения базой. Холода ударили резко, что, наверное, и сказалось на температурном режиме. Потому что подаем голубое топливо в ежегодном положенном объеме. И газ этот высокого качества. До закачки прошел все лабораторные исследования. Энергетики обещали заменить самодельные и ненадежные электрокарандаши на более устойчивые опоры. Поставить стандартные столбы и провести линии электропередач специалисты смогут после выделения бюджетных средств. Правда, проект энергособжения Аула Дусан, что в 7 километрах от областного центра, чиновниками пока не рассматривался.